Более 100 тысяч детей в нашем регионе получат единовременные выплаты из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Меры поддержки семьи обсудили на прошедшем заседании регионального правительства. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, привет. Сколько орловчан подали заявки на получение выплаты? Олег, здравствуй. Пока в пенсионном фонде таких данных нет. Как мне заверили, информация о количестве предоставленных заявлений появится в ближайшее время. Напомню, на разовую выплату на каждого ребенка могут претендовать семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Более 26 тысяч орловских детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать на другую выплату, ежемесячную. Ее размер чуть более 5 тысяч рублей. Доплату могут получить семьи с доходами ниже 10 тысяч рублей на человека. Деньги начнут поступать на счет родителей уже с 1 июня. Орловчане смогут стать самозанятыми уже с 1 июля 2020 года. Андрей Клычков подписал закон о введении специального налогового режима в нашем регионе. Отмечу, что ставки налогообложения для предпринимателей, работающих на себя, составляют 4,6%. Стать самозанятым можно с помощью специального мобильного приложения «Мой налог». Орловская налоговая инспекция приостанавливает прием налогоплательщиков еще на неделю. Принимать документы продолжат через специальные боксы, установленные при входе в инспекцию. Информацию по вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, декларированием дохода, можно получить по телефону Единого контакт-центра. 8 800 222 22 22. Здание кинотеатра «Родина» вновь пытаются продать. Конкурсный управляющий Аижи Карловской области объявил повторные торги. Начальная стоимость объекта установлена в размере более 45 миллионов рублей. В лот входят здание площадью 1350 квадратных метров и земельный участок. Отмечу, что здание является объектом культурного наследия. Торги пройдут 25 июня.